Всем привет! Недавно состояла встреча Путина и Трампа. И помимо того, что многие из вас просили ее разобрать у меня, так и многие каналы подхватили тему с разборами по языку тела и начали разбираться со своими специалистами независимо от качества. Меня зовут Сергей Булбович, вы находитесь на канале Метал ТВ. И во время разбора данного события я хотел бы обратить внимание на действительно информативные моменты, которые можно получить при наблюдении невербальных сигналов. Очень забавно наблюдать, как в подобных встречах пытаются как-то характеризовать выбор галстука или одежды в поисках какого-то глубинного смысла. Президенты России и Финляндии одеты в европейском стиле. Их галстуки сочетаются по цветам. На Трампе галстук, как всегда, огромный, ярко-красный. Я допускаю возможность анализа в бытовых и неофициальных ситуациях по одежде, но в данных условиях, которые мы наблюдаем, а главный герой политики, который натренированный встречами на публике не один год, это по меньшей мере глупо. Не обошли стороной и выводы так называемых физиогномистов, которые, прибегая к чудо-экстрасенсорному анализу, пытаются просто составить точную стратегическую мысль по одному лежесту. У него резко начинается кашель. И вот в этот момент он сам себе не поверил в том смысле, что не такая же для него и гостеприимная или братская земля Хельсинки-Финляндии. Он прикоснулся к пальцу, к мизинцу левой руки. Это говорит о том, что он рассчитывает на некие индивидуальные преференции. Неопытные зрители без критического анализа находят подтверждение либо опровержение своим мыслям. В свою очередь я, помимо слов, докажу вам на примере, какие выводы можно действительно сделать, опираясь на те или иные сигналы. Ситуация с рукопожатия Мелани Трамп и Путина вызвала буря обсуждений возможной причины резкой смены мимики. Да, после рукопожатия мы наблюдаем эмоцию страха, которая появляется в приподнятых нижних веках и застывшему лицу. Но возникнуть она могла практически на что угодно. На то, с кем поздоровалась или на мысль, которая проскочила у него в это время. Без стимулов, которые мы могли бы получить, пообщавшись с ней лично и позадавав вопросы, либо отследить реакцию на вопросы, которые задает другой человек, это уже было бы более информативнее. А так выходит обычное гадание. Из всех видео со встречи можно сделать выводы, но только на уровень эмоционального состояния обоих президентов, а не о том, о чем они действительно думают или хотят думать и так далее и тому подобное. В большинстве моментов это становится понятно и интуитивно, не обязательно быть специалистом в области невербальных коммуникаций. Нетрудно догадаться и логически, почему это происходит, почему они напряжены и волнуются и так далее. Но все же, так как мы занимаемся анализом невербальных сигналов и хотим понять, как именно выдают тело те или иные реакции, я предлагаю рассмотреть подробнее момент в готическом зале Дворца Президента Финляндии, так как там наиболее ярко демонстрируются эмоции и состояние обоих президентов. Много информации содержится также и на пресс-конференции, но там анализ имеет другой характер, которую разобрать, не задев политику, практически нельзя. Поэтому я сделаю нейтральный анализ по уровню их эмоционального состояния. Перед тем, как садиться, мы наблюдаем следующую ситуацию. Трамп дает команду рукой аудитории, которая находится перед ним, и президенту России. Он взял ситуацию под контроль и руководит ей, что ставит его в более доминантное положение. Путин, в свою очередь, смотрит за ним и действует по инициативе Трампа. Он не контролирует и не руководит ситуацией, что говорит о его пассивном поведении и согласии на покорность. После подготовки и тщательному поправлению на месте Трамп выбирает привычную для себя позу и жест. Нетрудно заметить, что он практически всегда выбирает такую позу и жест шпиль, что говорит как минимум о том, что он разбирается в нейурбальных сигналах тела или ему подсказывают, и в том, какое впечатление они могут создать. Но знает это не так хорошо, как мог бы, ведь сам выбор одной и той же позы выдает его желание контролировать и создавать определенное впечатление. Поза в целом выбрана удачно, но его легкое волнение все же можно заметить по малозаметным движениям того же жеста. Это проявляется в постукивании пальцами рук и периодическое подергивание ногами. В моменты, когда он сам произносит речь, мы можем заметить, что бессознательно жесты размыкаются, пытаясь выбрать наиболее удобное положение. Затем Трамп их возвращает обратно, что лишний раз нам демонстрирует сознательный контроль его тела. Ну и видно, что уровень стресса в организме у него ниже. Соответственно, невербальные сигналы и не проявляются так активно, как это проявляется у Владимира Путина. Давайте рассмотрим его поведение. Стоит отметить, что поза у него выбрана более открыта и раскрепощена по сравнению с Трампом. Поэтому те сигналы и жесты, которые будут возникать, они будут связаны с окружающими его предметами и частями тела. Когда Трамп сконцентрировал все свое состояние в один жест и позу, он поставил себе четкую сохранность одного положения. Поэтому это так и концентрируется только на постукивании пальцев рук и движениях ног. Итак, стоит заметить, что вследствие возникшего стресса у Владимира Путина повышается уровень адреналина в крови. Поступив в кровь, он усиливает сердцебиение, расширяет зрачки, а также начинает работу по адаптации организма к стрессу. Все это неизбежно активизирует вегетативно-нервную систему, которая делится на симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая нервная система характеризуется следующими признаками. Увеличение частоты дыхания, усиление мышечных сокращений, учащение пульса, усиление электрической активности головного мозга и так далее. Парасимпатическая, в свою очередь, сглаживает в организме стресс и начинается работа над адаптацией в возникшем стрессе. Она пытается успокоить и восстановить организм. Как это все проявляется в теле? Постоянная двигательная активность в области ног. Вообще, не стоит забывать, что это является одной из самых информативных частей тела, ведь человек меньше вспоминает о том, что ее надо как-то контролировать. Небольшое перебирание пальцами, что выдает нервозность. Разные покашляния и вздохи, когда не хватает кислорода в организме и пересыхает горло. Часто перебирает пальцами, крутит их, сжимает, пытается взять себя в руки и нервничает. Повышенное сердцебиение и частое дыхание можно заметить, понаблюдав за верхней частью тела, как она часто поднимается и опускается. Поправление галстука также является жестом-адаптером. Периодические вставания на месте можно расценивать как лимбическое бегство, хочет оказаться в другом месте, так и о том, что уровень температуры в организме настолько поднят, что уже становится жарко и хочется приподняться из-за неудобства, что также говорит о возникшем стрессе. Мимический стресс проявляется в частом поджимании губ, что говорит нам о сдерживании и контроле негативных эмоций, переживании. На протяжении того времени, что Трамп говорит, Путин смотрит либо в его сторону, либо вниз, что лишний раз нам демонстрирует подавленное, пассивное и негативное состояние, когда Трамп, в свою очередь, обычно смотрит четко в глаза или перед собой на аудиторию. Тут мы видим сигнал, который говорит о работе парасимпатической нервной системы, а именно то, что тело пытается взять контроль над стрессом и снизить двигательную активность и держать себя в руках. В целом, я готов на обвинение того, что я очередной агент США или что-то в таком роде, но тем не менее рискну сделать вывод на основе тех фактов, которые увидел я и теперь увидели вы. О том, что, конечно, оба президента находились в напряжении стрессе, особенно ярко это проявляется при рукопожатии, когда оба поджимают губы, смотря друг на друга, что говорит о сдерживании негативных эмоций. Но на фоне Путина Трамп выглядел более уверенным. Все сигналы в том количестве, что присутствовали у Путина, мы не наблюдаем, что может говорить о более стабильном эмоциональном состоянии. С чем связано такое переживание у Путина, с уровнями ответственности или личной неуверенности, сказать наверняка нельзя, если не быть погружен в детали политики достаточно глубоко. Моя же задача была проанализировать то, как проявляется волнение и контроль человека в теле на примере этой встречи, что, надеюсь, у меня получилось донести до вас. Избежав экстрасенсорных и натянутых выводов, в которых заполнился интернет в первые дни обсуждения их встречи. Но не все были некоторые и достойные разборы. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Я давно не делал видео, связанные с политиками, особенно такого масштаба. Но в очередной раз решил попробовать после долгого перерыва, чтобы проверить уровень адекватности восприятия таких видео. От этого зависит будущий анализ подобных ситуаций. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на мои социальные сети, ведь там больше полезной информации по профайлингу. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok